Первый асфальт на Новые улицы, Арена-2018, на участке длиной 700 метров. За короткие солнечные дни успели уложить самый нижний слой покрытия. Строители уже приступили ко второму. Ход работ сегодня оценил руководитель регионального Минтранса и ответил на вопросы в эксклюзивном интервью нашему телеканалу. Украли время у погоды, шутят строители. В перерыве между проливными дождями успели уложить нижний слой асфальта на улице Арена-2018. Хотя еще пару недель здесь лежали только песок и щебенка. Сегодня дорожники приступили ко второму слою. Движение по Новой улице будет четырехполосным. Пропускная способность – 20 тысяч машин в час. Дорога, по словам подрядчиков, выдержит даже большегрузные машины. Собственно, Арена-2018 – это единственный путь отступления техники со стадиона. Когда многотонные краны покинут стройплощадку главного спорт-объекта, на дороге уложат верхний слой асфальта. Вот эта рейка держит нижний уровень и дает возможность положить. Она берет средние данные по трем датчикам, допустим, в начале, в конце и в середине. И просто выравнивает. Ход работы оценил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Иван Иванович Пивкин эксклюзивно для нашего телеканала ответил на вопросы о процессе строительства Арены-2018 и ремонта примыкающего к ней Болжского шоссе. Строительство начали еще в прошлом году. Сейчас на каком этапе работы и что уже за это время успели сделать? Земля выполнена на 90%. Земля полотна все сформирована. В осенний период прошлого года построена ливневая канализация. Сейчас где-то около 60% подстилающих слоей готово. Имея в виду это песок, это щебень. И из 2,5 километров сейчас 700 метров уже строится в нижних слоях асфальтобетона. Мы даже вот видим сейчас, сколько машин уже с асфальтом стоят. Погода позволяет им сейчас ждать своей очереди, чтобы уже смесь отсыпать в приемный бункер асфальтоукладчик. Я думаю, этот асфальт сейчас буквально за час их выработают. Особое внимание уделяют качеству. Проверки каждый день. Работает несколько лабораторий от подрядчика и от регионального Минтранса. Делают анализ всех материалов, в том числе и асфальта. Мы подошли к Волжскому шоссе. Все помнят, какая дорога была. То есть это ямы, это колея. Какие работы предусмотрены в этом году? Это не капитальный ремонт, это ремонт, фрезеровка, два слоя асфальтобетонной смеси, установка остановочных павильонов, остановочных карманов. Отдельным проектом будет делаться улице дорожное освещение. Восстановлены будут тротуары и современные обновленные дорожные знаки. Будут четыре полосы движения и однозначно будет в центре барьерное ограждение. Эта дорога станет одним из крупных транспортных узлов, который соединит главные артерии Самары. Позволит без препятствий проехать из одного конца города в другой. Когда завершат работы на этих объектах? Сколько они прослужат? Какие инновации применяет при строительстве и ремонте? И почему регион получает на дороге беспрецедентные суммы? Об этом и не только. Смотрите в интервью министра в программе «Точки над И» в воскресенье в 19 часов. Виталий Портно, Дмитрий Алатарцев, Алексей Вельмискин. Новости губернии.